Теплые октябрьские деньки – прекрасная пора для тренировок. Восьмиклассницы Одинцовских гимназий Виктория Горлова и Ирина Болдырева на стадионе 1-й Голицынской школы. Этот спортивный объект последние три года – любимое место тренировок Одинцовских и Голицынских легкоатлетов. Появился с подачи прежнего директора Татьяны Одинцовой и тренера по легкой атлетике Сергея Горлова. Именно здесь летом спортсменки вели подготовку к первенству России. На всех фронтах, в которых они выступали, по своим и даже старшим возрастам, они показали великолепные результаты. Со средним возрастом Вика была призером, серебряным призером первенства России, Ира была пятой. Но когда пришло время выстартовать со спортсменами своего года, 2000-2001 года, это проходило в городе Пензе, они стали победителем, причем не однократный, а сразу трехкратный победитель первенства России в своем возрасте. Победа в 100-метровке Ирины Болдыревой и блестящий прыжок в длину Виктории Горловой стали отличным стартом 2015 года. Через пару недель после первенства девушки закрепили успех на спартакиаде в Туапсе, где Виктории удалось установить новый мировой рекорд – 6 метров 3 сантиметра для спортсменов 13-14 лет. До Виктории так далеко легкоатлеты еще не прыгали. Я давно уже хотела преодолеть этот рубеж, но как-то это не сходилось, поэтому я пустила это так на самотек. Получится – получится, получится – нет. И вот так вот получилось, что, слава Богу, я установила для себя этот рекорд очень важный. Спортивные успехи свои подопечные оценили тренеры, они же – родители. Виктория тренируется под руководством мамы Светланы Лапиной, участницы Олимпиады 2000 года, и под пристальным взором папа Сергея Горлова. Виктория с легкостью приняла выбор родителей и решила в этом виде спорта идти до конца. Конечно же, мои самые заветные мечты – это достичь такой вершины, как Олимпийские игры, чемпионат мира. Два года назад в отделение легкой атлетики пришла девочка Ира. Прыгнула в длину, пробежала стометровку и озадачила тренеров непривычно высоким результатом. Через год Ирина Болдырева уже блистала на состязаниях, а в 2015 году одержала победу на первенстве России в забеге на 100 метров с барьерами. За два года дошла до кандидата в мастера спорта. Раньше я даже не думала, что пойду на этот спорт, но потом, само собой, как-то получилось все-таки и понеслось. Впереди у спортсменок сборы и новые состязания. Главная цель – первенство Европы, попасть на которое со школьного стадиона будет непросто. Мария Подъепольская, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.